Торговцы умные, но при этом глупые. Только им об этом не говори, хорошо? С этим самым ссылкам в описании и подписаться на мою телегу. Погнали! Итак, сегодня мы начинаем заново проходить игру. Вроде как, типа, заново. Но теперь в нормальном порядке. Не с начала в конец, а с начала в... Блин, не с конца в начало, а с начала в конец. Вот. Погнали. День первый. Сегодня Этони исполнилось двенадцать. Уже двенадцать. Или всего. Дни в деревне ничем не отличались друг от друга. Но Этони не скучала и чувствовала себя вполне счастливой. Она любила родителей, брата, сестру, солнечный остров, Разноцветные ракушки на желтом песке, Рыбаковый нежный шепот прибоя. Мечтать о далеких странах прекрасно. Только греться на солнышке родного берега ничуть не хуже. Прогуляясь к секретному убежищу. По нескольку раз на дню Этони убегала на укромный участок пляжа, Сокрытый за скальной грядой. Девочка нарекла кусочек песчаного берега С секретным убежищем, хоть и подозревала, что взрослые о нем прознали. Во всяком случае, для брата, сестру и пляж давным-давно не секрет. Этони любила родную деревню, но одновременно боялась ее. В последнее время рыбаки странно из себя вели, Поглядывая друг на друга с опаской, Словно втайне ненавидя соседей и товарищей за неведомые грехи. Этони не нравились их лица, Застывшие подобно деревянным маскам древних богов. Глядя на островитяны, девочка сама начинала бояться. Проклятье, гадкая штука! Этони поморщилась, будто проглотив нелюбимый салат из водорослей. А потом застыла. Задумавшийся о наводнивших остров в тревожных настроениях. Этони сама не заметила, как вышла к старому кладбищу. Уютно-то как? Надгробия возвышались над морем крови, Утопая среди плотных рядов дикой растительности. Жутко! Брат иногда ругался, Не понимая, зачем занимать ценное место под кладбище. Ведь в их деревне мертвецов принято сжигать. Но потом замолкал, чувствуя на себе тяжелый взгляд отца. Причина была простой. Кладбище на их острове – памятник людям, погибшим из-за проклятия мстящего божества. Этони угрюма глядела мрачное надгробие, Что походили на окаменевшие шляпы огромных грибов. Когда-то девочка думала, что на кладбище похоронены жертвы ритуала, И старалась обходить проклятое место стороной. Однако, правда, оказалось куда страшнее. Жертвам не устраивали похорон. Их не принимала земля, И их не поглощало очищающее пламя погребального костра. Согласно правилам ритуала, Родные и близкие жертвы Не имели права совершать какой-либо обряд прощания. Трупы несчастных отдавали темным морским глубинам, Дабы порадовать мстящее божество. Кто же тогда покоился на этом мрачном и жутком кладбище? Однажды Этони узнала ответ. Те, кто нарушил ритуал. Люди, решившие сбежать с острова. Побоявшиеся стать жертвой. Их семьи. Те, кто по каким-то причинам не верил в проклятие. Глупые люди. Несчастные. На всякий случай, старейшины даже нанесли на камни защитные письмена. Надгробий было много. Слишком много. И по спине Этони пробежали крупные мурашки. В горле пересохло. Казалось, над кладбищем воздух становился гуще. Облака темнее, а соленый морской бриз мгновенно приобретал холод зимних ветров. От проклятия не сбежать, да? Она любила родной город. Но считала его страшным местом. Лучше бы он изменился. Наверное, этой деревне стоило исчезнуть давным-давно. День из жребия, да? Когда он там? Надо будет уточнить. Этони не хотелось думать о страшном ритуале. Что делать, если выберут их семью? По коже пробежал холодок плохого предчувствия. Если выбор пойдет на сестру, брата, папу или маму. А вдруг жертвой станет сама Этони? Ничего не поделаешь. Девочка тяжело вздохнула. Правила ритуала не рушима. Раз надо, значит надо. Ну, хватит. Нечего думать о плохом в самый замечательный день в году. Этони намеревалась прошагать мимо кладбища. Горделево смотря в другую сторону. Но краем глаза заметила две фигуры, стоящие за деревом. Это еще кто? Островитяне обходили кладбище стороной. Считая его дурным и нехорошим местом. Этони разделяло их чувства и вытаращилось на храбрецов в недоумении. Куда сильнее она удивилась, признав фигуры брата и сестры. Что они делают? В прятки играют? Нет, но они ведь взрослые. Да и если так. Даже самый глупый и несмышленный малыш не рискнет прятаться на кладбище, нарушивших ритуал. Подожди, нарушивших же... А, стоп, это нарушивших. Хорошо. Присмотревшаяся, Этони заметила, что сестра прячет за надгробием что-то большое и круглое. Похожее на походный мешок. Не особо круглое, но ладно. Этони часто представляла, как отправляется в путешествие, набросив на плечо этот самый мешок и как возвращается домой с поклажей, переполненной золотыми монетами и прочими драгоценностями. Этони недоуменно приподняла брови и собралась было подойти ближе, чтобы расспросить брата с сестрой об их странном занятии, когда они сами ее заметили. Идем. Вы чего там делали? Тревога прошла, и Этони распирало любопытство. Ты куда-то шла? Ага, на секретный пляж, а что вы? Пойдем туда. Этони не успела возразить, так как брат с сестрой быстрыми шагами направились в сторону ее тайного убежища. Так, что вы... Торговцы должны прибыть... Были прибыть пару дней назад. Что-то они задерживаются. Те самые торговцы? Да, моряки с большой земли. Глаза Этони вспыхнули от предвкушения. Моряки с больших кораблей всегда рассказывали удивительные истории, а одну чудеснее другой. Этони слушала бы их до скончания времен. Только вечно приходил брат и начинал говорить о скучных делах. Или того хуже, как из-под земли возникал папа и прогонял моряков, ругаясь на их болтливые языки. Они расскажут о чем-то интересном? О море? О дальних островах? О городах? Этони никогда не видела городу. Но подозревала, что они нечто грандиозное. Наверняка больше, чем корабли торговцев. Увидев выражение, появившееся на лице брата, Этони растеряло весь энтузиазм. Моряки говорят удивительные вещи, не думаешь? Конечно. Но не верят, что привозят нам новые знания и... развитие. Торговцы считали себя очень умными людьми. И пытались донести какие-то жизненные истины до деревенских рыбаков. Этони предпочитало обращать внимание на интересные вещи. Например, слушать об удивительных устройствах под названием повозки. А вот развитие и прочие умные штуки пролетали мимо ее ушей. Мы для них дикаря. Как будто они не правы. Но они ведь молодцы, взяли вас в город. Брату с сестрой необыкновенно повезло. Однажды моряки согласились свозить нескольких островитян в порт. Для общего развития. Островитяне, в том числе брат с сестрой, вернулись из большой земли немного другими. Нет, не так. Совершенно другими. Что-то в их взглядах изменилось, но Этони не могла понять, что именно. Разве не здорово? Не надо о них плохо отзываться. Они не верят в проклятие. Считают его глупостью. Люди с большой земли не поклонялись древним богам. И уж тем более не верили в мстящее божество. Но им-то откуда знать, есть оно или нет. Не их родственники, друзья и знакомые лежат на жутком кладбище. Торговцы умные, но при этом глупые. Только им об этом не говори, хорошо? Походу, будет хороший выбор. Не буду. Наш остров настолько незнакомым, как нам их города. Я завидую их невиденью и беззаботности. Они дошли до секретного пляжа. Этони вскрикнуло от радости и подбежало к кромке воды. Волны приятно походили... Холодели босые ноги. Ух, сколько восторга! Мне нравится море. Определенно, в прошлой жизни ты была рыбой. Почему рыбой? Почему не пиратом, а бороздящим морские просторы? Брат окинул это неизучающим взглядом. Нет, для пирата ты ростом не вышла. Разве не бывает мини-миниатюрных пиратов? Кроме того, я все еще расту, в отличие от тебя. Га... Миниатюрный пират выглядит мило. Зачем ты это представляешь? Она снова ведет себя странно. Вы были бы самыми миленькими пиратами. Это не комплимент. Вот именно. Почему это? Быть миленькими совсем не преступление, наоборот. Кажется, она любит все, что меньше, младше, ниже ее. Ниже, как ты? Га... Сестра Брат Этани часто болталась с ними о пустяках, сидя на теплом песке секретного пляжа. Брат хотел работать в сфере торговли. Этани ничего не понимала в его заумных речах о закупках и денежных курсах, но видела, как ему нравится рассуждать на тему новых товаров и торговых маршрутов. Сестра всегда улыбалась и была гораздо на выдумки и разные шутки. С ней Этани никогда не скучала. А вот мама частенько грозилась выпороть обеих дочерей за излишнюю нескромность. Кроме того, в городе сестру ждал приятный и вежливый молодой человек. Они познакомились, когда он приехал в деревню вместе с торговцами. Сестре с ее ухажером пришлось встречаться втайне, потому как в деревне плохо относятся к чужакам, чем более к чужакам, способному везти кого-то в город. Это не считало приключения сестры ооочень романтичными. Если жребий падет на кого-то из семьи, просто нечестно! Почему нет другого способа утихомирить гневом мстящего божества? Впервые в жизни Этани посмотрела в сторону моря со злостью. К сожалению, пронзительные взгляды маленькой девочки не могли повлиять на зловредное древнее божество. «Вот Этани, это тебе!» «А?» Брат протянул ей толстую книгу. «Ого!» «Подарок!» «Книга о звездах, спасибо!» Этани села на песок, положила книгу на колени и раскрыла наугад страницы. «Ого! Созвездия!» «Теперь ты сможешь называть их правильно, Аня? Вот тут кругляк с ушами!» «Здорово! Здорово!» Этани потихоньку училась читать, узнавая всё больше и больше новых слов. Теперь она могла даже прочитать подаренную книгу. Торговцы с больших кораблей с радостью обучали всех желающих, и Этани с удовольствием ходила на уроки вместе с братом. «А кто это?» «Не знаю». Этани внимательно посмотрела на малознакомое созвездие. Почему-то оно ей сразу понравилось. Любовь из Сим Этани ощущала себя в безопасности. «Если захочешь, привезу из города и другие книги». «С картинками?» «Как скажешь». «Ха-ха!» «Лучший подарок на лучший день рождения!» Этани начала напевать под нос весёлую песенку. Сестра и брат переглянулись. «Эм, Этани...» «Я хочу тебе кое-что рассказать». «Эм, мы уже в курсе, что...» «День второй». «День жребия». «Почему сегодня?» «Почему?» «Почему так внезапно?» «Почему не подарить их семье ещё немного счастливых моментов?» «Как заставить время остановиться?» «Эта не поглядывала в сторону, где на пыльном столе притаилась, словно поджидая деревянная резная шкатулка». «Внутри лежало пять кукол». «Ходили слухи, что ритуальные жертвенные куклы отличались от обычных...» «Особым красным...» «Особым красным цветом». «Почему они такие красные?» «Словно поверьям, куклы способны...» «Согласно поверьям, куклы способны хранить в себе человеческие эмоции. Во время ритуала жертва вкладывает в них свою любовь к близким людям, тем самым лишаясь всех привязанностей. Мстящее божество успокаивалось, принимая в дар только очищенную, не связанную с земными узами жертву, а куклы потом сжигались в особым ритуальном костре. Иных подробностей Этани не помнила или не знала. «Девочка представила, как кукол, наполненных ее любовью к родным, пожирает пламя». «Г?» «Боишься?» «Угу». «Ясно». «На мамином лице отпечаток боли». «Когда папа придет?» «Скоро договорит с главой и начнется». Судя по тону, каким мама произносила последнюю фразу, она желала, чтобы отец не приходил как можно дольше. А вот как. Брат помрачнел. Хотя не ясно, как можно стать еще мрачнее, ему и так позавидовали бы все грозовые тучи. Эта не отошла от них и подергала сестру за подол юбки. «Что такое?» «Голос сестры был пуст и сух». «Папа ругается со старейшиной?» «Наверное, они постоянно ругаются». Сестра не была расположена к болтовне. «Мама выглядит больной». «Конечно». «Никогда я ее такой не видела». «Я видела. Двенадцать лет назад. Я еще маленькая была, но все равно помню». Обычно маму переполняли бодрость и энергию. Иначе нельзя, «Коль следишь за тремя непослушными детишками». Но не сегодня. Блеск в глазах потух, а губы сжались в тонкую линию. «Мама сама на себя не походила». А вот начнет ли она походить на себя, узнаем уже в следующий раз. Ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok